Huawei пошли на рекорд и представили первый в мире смартфон с двумя 40-мегапиксельными матрицами. Компания ProFoto анонсировала первую в мире мобильную вспышку для смартфонов, а инсайдеры вскрыли технические характеристики грядущего флагмана от Canon 1DX Mark III. Об этом и многом другом в традиционном видеодайджесте от FATAR.RU. Жесточайшие санкции США не смогли помешать китайской компании Huawei продолжить экспансию рынка мобильных устройств. Компания представила два новых топовых смартфона Mate 30 и Mate 30 Pro, возможности камер которых щедро восхвалялись производителям на пресс-конференции. Ну, например, в основную камеру флагманского Huawei Mate 30 Pro установили три датчика 40, 40 и 8 мегапикселей. А также имеется специальный TOF-модуль, позволяющий анализировать расстояние до объекта и создавать программное фейковое боке. На презентации показали слайд, в котором было указано, что максимальное значение ISO, которое может позволить себе камера Huawei Mate 30 Pro, это 409600, ровно такое же, как у флагманского Canon 1DX Mark II. Зачем это было сделано? Мы прекрасно понимаем. Маркетинг! Одновременно с анонсом от Huawei компания ProFoto представила абсолютно необычный и неожиданный девайс – мобильную вспышку для смартфонов C1 и C1+. Конечно, эти вспышки различаются по мощности, но диапазон температур у них одинаковый. Для работы с мобильными вспышками необходимо установить специальное приложение, которое называется ProFoto Camera. При этом работает оно только с айфонами или с Huawei новой серией Mate 30. Инструкция довольно непростая. Сначала устанавливаем приложение, а дальше, утверждает производитель, все происходит автоматически. Ничего настраивать не нужно. Здесь есть и полностью ручной режим, и возможность работать дистанционно с зеркальными или беззеркальными камерами. Версия Plus уже продается в России за 37 тысяч рублей. Флагманская зеркалка от Canon, которая, по-моему, всем очевидна, что будет представлена к летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, так же, как и Nikon D6 или Sony A9 Mark II, обрастает новыми подробностями. Источник заявляет, что Canon получит 24-мегапиксельную матрицу, новый процессор Digic 8+. Было бы странно, если бы в топовую репортажную зеркалку, которая будет стоить от 300 тысяч рублей, поставили бы процессор такой же, как в M50. Должна появиться и матричная стабилизация, патенты на которую Canon регистрирует почти каждую неделю. Интересно, что источники утверждают, будто бы камера будет писать 6К с полного кадра и иметь два слота под сейф-экспресс карты памяти. Разрешение 8К? 8К, казавшееся нам таким далеким, но сейчас уже не кажучиеся, потому что есть Panasonic 6К, Blackmagic 6К и, возможно, Sony будет 6К. Разрешение 8К уже не кажется таким далеким, и Panasonic говорит нам о том, что в новых камерах серии S, то есть в полнокадровых беззеркальных камерах, именно будет подобное разрешение. По крайней мере, об этом заявил генеральный директор Panasonic в подразделении по обработке изображений. Также он уточнил следующий интересный момент. Компания даже специально отслеживает, насколько качественно партнеры по L-Mount Alliance собирают объективы, потому что впоследствии эти объективы будут использоваться с высокотехнологичными новыми сенсорами, позволяющими записывать 8К видео. 8К видео, товарищи! А зачем? 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 У нас нет телевизоров, у нас нет компьютеров, у нас нет мониторов, способных разрешать, показывать всю полноту подобного разрешения. Кроме идей А8К у Panasonic есть еще и камера, способная писать 6К. S1H, который поддерживает вывод RAW видео на внешний рекордер. Хотя пока не совсем понятно, будет ли требоваться обновление прошивки. Тот же Nikon, например, до сих пор не представил прошивку, позволяющую выводить ProRes RAW видео на внешний рекордер для камер Z6, Z7, о которой была объявлена аж в январе 2019 года, то есть практически 10-11 месяцев назад. На этом у нас все. Спасибо большое за то, что смотрите нас, за то, что отставляете ваши комментарии. Мы все прочитали, посмотрели все лайки, все дизлайки и постараемся улучшаться для вас. До следующей недели! Субтитры сделал DimaTorzok